Добрый вечер! В эфире «Весь Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Жукаев. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил город Карачаевск 96-летием. Здесь горы встречаются с небом. Именно эти строки вспоминаешь, когда говоришь об одном из самых красивых уголков нашей республики – Карачаевске. Этот город никого не оставит равнодушным. Величественные горы, потрясающие пейзажи, гостеприимный народ с открытой душой и добрым сердцем. Здесь действительно живут удивительные люди. Трудолюбивые, талантливые, мужественные. Настоящие патриоты своей малой родины и великой России. Благодаря трудолюбию жителей, активному участию города в нацпроектах, федеральных и региональных программах, Карачаевск преображается из года в год. А жизнь в нем становится комфортнее и интереснее. Уверен, что совместными усилиями мы сделаем Карачаевский городской округ еще лучше и красивее. От всей души поздравляю горожан с праздником. Желаю крепкого здоровья, счастья, уюта и благополучия каждой семье. Развития, процветания, мира и добра. Тебе, Карачаевск. Говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. Подробный репортаж с празднования дня города Карачаевска смотрите в понедельник в наших информационных выпусках. 1 декабря предельный срок уплаты земельного транспортного налога и налога на имущество физических лиц за 2022 год. В подразделениях налоговой службы республики прошла акция «День открытых дверей», посвященная вопросам начисления и уплаты имущественных налогов. Подробности у Али Баташева. Сегодня пошел, у нас на почте оплачивают коммуналку, пошел оплачивать, мне вручили налог оплатить. Пришел с Волгограда. До конца октября почти 500 тысяч налоговых уведомлений будут направлены жителям республики по почте с заказным письмом, размещены в личном кабинете налогоплательщика или на госуслугах. В документе указана сумма транспортного земельного налога, налога на имущество физических лиц за 2022 год. Мухаммед Кишмахов пришел в операционный зал налоговой службы для получения консультации специалиста по важным для него вопросам. Я не помню, то ли по этим штрих-кодам оплачивают налог на землю, то ли налог на квартиру, на имущество. Или поэтому, или пускай тут помогут оплатить. На день открытых дверей ждем всех, поможем, разъясним. С какими вопросами чаще всего обращаются? Применена ли льгота, объект налогообложения бывает у налогоплательщиков, нету объекта, а уведомление появляется. Мы делаем запросы в регистрирующие органы, ну и исправляем, если есть появленные ошибки. По желанию гражданина налоговое уведомление можно получить дополнительно, обратившись с заявлением в любой налоговый орган или МФЦ, представляющий данную услугу. А если в нем содержится некорректная информация об имуществе или владельце, что делать, если в документе не отражены действующие льготы? Для ответов на эти другие вопросы налоговой службы республики организованы дни открытых дверей. Налогоплательщики, напомню, что должны уплатить налог до 1 декабря текущего года по начислениям за 2022 год. В случае неуплаты со 2 декабря начнутся уже исчисляться пения по 1,03 ставки рефинансирования за каждый день просрочки данных налогов. Наше мероприятие проводится не только в Черкесске, но и по всем обособленным подразделениям республики для всех налогоплательщиков с 9 до 20.00. Следующий день открытых дверей пройдет 16 ноября во всех обособленных подразделениях Управления налоговой службы республики. Это в Черкесске, Усть-Жигуте, Карачаевске, Учки-Кене, Зеленчугской, Преградной, Адыге-Хабле и Хабезе. Если налогоплательщики не смогут лично участвовать в мероприятии, они могут получить ответы на интересующие вопросы дистанционно через сайт Федеральной налоговой службы, говорят в ведомстве. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 6, в горах минус 4, плюс 1. А днем 21-26 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесии без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-5, а днем 24-26 градусов тепла. Неделя без турникетов. Так называется акция, в рамках которой учащиеся образовательных учреждений Карачаева-Черкесии могли познакомиться с деятельностью ряда предприятий республики, узнать больше об имеющихся вакансиях. Так гости завода «Каскад» стали воспитанники многопрофильного технологического колледжа. Вместе с ними в цехах побывал наш корреспондент Артур Мкце. Представитель завода «Каскад» рассказывает гостям о работе на производстве. Так, для студентов многопрофильного технологического колледжа начался день без турникетов. Эти юноши в скором времени закончат образовательное учреждение, поэтому самое время задуматься о трудоустройстве. На предприятии всему необходимому их непременно научат. Жанна Шаманова трудится на заводе 6 лет, приходила сюда без опыта. Человек приходит к вам с нуля полного. Может ли он чему-то научиться у специалистов или ему необходимо изначально обладать какими-то навыками? Конечно, можно. Я тоже вот с нуля пришла 6 лет назад и быстро научилась подсказывать, которые работают. А у вас в чем заключается работа? У нас вот литейка, мы льем материал. Большинство тех, кто приходит на «Каскад», остаются здесь на десятилетия. Они осознают важность своей части общего труда. Здесь колесо ставится на станок и вырубивается правильно. Сдает Саша, какой нам нужен, что мы собираем там. И делаем карточки, режут на карточки. Потом эти, это компакты, вставляются в изолятор. У нас есть внутреннее обучение, образование на уровне завода, без отрыва от основной профессии. Соответственно, любой студент, окончивший УЗ, может прийти и после того, уже после вузовского образования, и, соответственно, получить здесь дополнительное образование, опыт и продолжать работать. А далее уже повышать квалификацию в более уже квалифицированных учреждениях. Кто-то из студентов уже имеет определенные навыки, чтобы сразу взяться за выполнение конвейерной сборки счетчиков и многого другого. Так Артём успешно использует имеющееся оборудование. Впрочем, учащийся четвертого курса колледжа пока раздумывает над вариантами, так как ему все-таки ближе ремонт различных видов техники. Просто беру провод и припаиваю его к одной из точек на плате. Ну да, красный сюда, да? Ну для чего это, Киаш? Красный как второй вариант. У тебя уже опыт имеется, да? Опыт небольшой. Я сам, ну такой мелкий. Я по образованию электрик-монтёр, но мелкий такой я занимаюсь сам дома. Захотят ли студенты колледжа связать свое будущее с заводом, который осуществляет разработку, производство и реализацию счетчиков и электромонтажных устройств? Может, день без турникетов для кого-то из них станет началом длинного профессионального пути? Думается, после столь подробной и интересной экскурсии по одному из крупнейших предприятий региона у ребят появилось куда больше информации. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. На базе Центра образования номер 11 специалисты консультационного центра для родителей провели групповую консультацию. В очередной раз рассказали, как повысить их компетентность в вопросах образования и воспитания детей. Центр, как и прежде, оказывает консультации в очной форме, через выездные и дистанционные консультации. О планах и результатах работы специалистов расскажет Альбина Ламкова. В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта образования в нашей республике продолжает работу Республиканский консультационный центр. На следующий год, в 2024 году, Центр образования номер 11 останется республиканской площадкой, то есть останется Республиканским консультационным центром. Что в Москве ценили нашу работу, и мы выиграли грант, и на следующий год. Мы понимаем важность данного мероприятия, потому что от психологической атмосферы в семье зависит не просто функционирование семьи, а функционирование государства и эмоциональная составляющая будущих граждан. Сейчас проходит Всероссийская неделя родительской компетентности в рамках реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям или законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей, оставшихся без попечения родителей, федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Еще бы хотела призвать к следующему. Мы все время говорим, ВПР, как это страшно. ОГЭ, боже ему! АЕГЭ – это вообще караул. А скоро у нас будем писать сочинения, и вся семья начинает себя накручивать. Вот я вам хочу сказать, не надо этим заниматься. Есть специальные люди, которые готовы вас настроить, настроить ваших детей, всех ваших бабушек, дедушек, всех, кто в вашей семье переживает за выпускников или учащихся школ. Педагогическая грамотность родителей, их просвещенность в психологии, мотивированность их на полноценное воспитание своего ребенка – залог успеха в обучении и развитии у него социальной и жизненной компетенции, над чем и работают специалисты. Мария Амбаташева воспитывает семерых детей. Полученная психолога, педагогическая информация на таких встречах всегда своевременна. Каждый раз что-то новое и полезное, говорит она. У меня в семье особый ребенок. И мы обращаемся с ребенком, как бы специалистом, дефектологу, логопеду, психологу. Очень хорошие результаты. Бывало, что комплексовали и не хотели разговаривать с другими людьми. И как бы вот сейчас и стишки учат. Мы заметили, что когда мы проводим наши вебинары дистанционно, то большее количество родителей, законных представителей, имеют возможность подключиться к этому вебинару, потому что, как вы понимаете, мы проводим это не только в выходные дни, но и в течение будних дней. Еще в рамках Всероссийской недели родительской компетентности специалисты консультационного центра будут работать на выезде в Зеленчукском районе, так как поступило много обращений от ее жителей. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. С 20 по 24 октября в Центре развития предпринимательства по улице Горького 8 будет работать выставка продажи меховых изделий со скидками до 40%. Светлана Шаганова расскажет подробнее. Меховая выставка от компании «Снежка» с 20 по 24 октября включительно объявила о самой большой продаже шуб до 40%. Ассортимент огромный и обновленный. Администратор выставки Елена Носкова поможет подобрать нужный вариант. Мы рады вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. Самое главное, что я хочу сказать, мы объявляем скидку до 40%. Мы привезли огромный обновленный ассортимент, как в классических моделях, так и в ультрасовременных, в размерах с 38 по 68 размер. Также имеется большой выбор меховых жилетов. На нашей выставке вы можете приобрести любое изделие в рассрочку до 3 лет, без первого взноса, без переплаты и никаких дополнительных страховок. При этом вы получаете гарантированно меховой жилет в подарок. 20 минут вашего времени и шубка ваша. Вы можете оформить в рассрочку любую понравившуюся модель и получить меховой жилет в подарок. Вот такая шубка укороченная, рукав-трансформер, 58 размера, стоимость ее 85 тысяч. Если вы оформляете в рассрочку на 3 года, она у вас выйдет 2 360 в месяц. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Ну а скидки вас приятно удивят. У нас идут скидки очень хорошие, например, на этой шубе. Стоимость ее 140 тысяч, сейчас со скидкой 84 тысячи. Шубка идет, трансформер, подол отстегивается, рукавчик отстегивается, цвет графит. Все изделия имеют электронный паспорт. Покупатель может самостоятельно проверить всю историю шубы, что она действительно пошита в России. На каждое изделие имеются сертификаты. Выставка пройдет с 20 по 24 октября включительно в Центре развития предпринимательства на Горького 8 с 9 утра до 8 вечера. Вас ждут скидки, отличный выбор, качество и идеальные условия рассрочки. Светлана Шаганова, Вести, Карачаево, Черкесия. И последнее. Завтра в Черкесске в 8 утра откроется республиканская осенняя ярмарка. В этот раз она разместится на площадке сетевого магазина «Гиперлента». Свежую и качественную продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20% представят порядка 200 производителей из Карачаева, Черкесии и соседних регионов. В ассортименте молочная и мясная продукция, овощи и фрукты нового урожая, кулинарные и кондитерские изделия, свежая рыба, мед, сахар и многое другое. Мероприятие будет сопровождаться концертной программой с участием творческих коллективов Карачаева, Черкесии. Ярмарка будет работать до 16 часов. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Лука все вместе». Всего хорошего и до встречи в эфире.